Макрон призвал разрешить Киеву нейтрализовать военные базы РФ, с которых наносятся ракетные удары. Украина имеет право на самозащиту, подчеркнул Шольц. Алжир намерен представить в Совете Безопасности ООН проект резолюции Парафаху. Прекратить операцию в этом городе призвал Израиль президент Франции. Испания, Ирландия и Норвегия во вторник официально признают Палестину государством. Парламент Грузии окончательно утвердил спорный закон об иноагентах, преодолев вето, наложенное президентом Зуравишвили. Канцлер Германии Олаф Шольца, президент Франции Эммануэль Макрон вновь продемонстрировали свою непоколебимую поддержку Украине. Французский лидер в ходе государственного визита в Германию заявил, что Киеву должно быть позволено использовать западное оружие, чтобы нейтрализовать военные базы, с которых Россия запускает свои ракеты по территории соседнего государства. При этом, подчеркнул Макрон, нельзя допустить удары западным оружием по гражданским объектам в России. Глава немецкого правительства Олаф Шольц, комментируя данную тему, высказался более осторожно, сказав, что у Украины, согласно международному праву, есть все возможности для того, что она делает. Шольц указал, что у Украины есть право защищаться. Что касается Германии, она отказывается поставлять Киеву ракеты большой дальности. Франко-германский тандем нередко называют локомотивом Европы, в то время как взгляды двух стран не всегда совпадают. Как отметил президент ФРГ Франк-Вальтер Штейнмайер, хотя Париж и Берлин по-разному смотрят на некоторые вопросы, они в итоге приходят к согласию. Цель государственного визита Макрона в Германию, отмечают аналитики, продемонстрировать единство двух стран в преддверии европейских выборов. До голосования осталось менее двух недель. Алжир намерен представить в Совете Безопасности ООН проект резолюции с призывом к прекращению боевых действий в Рафахе. Об этом заявил постоянный представитель Алжира в ООН после того, как Цахал нанес удары по палаточному лагерю перемещенных палестинцев. В результате атаки и возникшего пожара погибли десятки людей. Представитель Белого дома Джон Кирби назвал последствия ударов ужасающими. При этом он отметил, что в Израиле считают произошедшее трагическим инцидентом и ведут расследование. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить операцию в Рафахе. Он также прокомментировал признание рядом стран палестинского государства. После того, как в начале Имаи Цахал приступил к операции в Рафахе, город покинули около миллиона палестинцев. Они вынуждены искать новое пристанище, пока Израиль ведет военные действия против Хамас. Испания признает палестинское государство. Кабинет Педро Санчеса подготовил официальное решение на фоне войны в Газии ухудшающихся отношений с Израилем. Вместе с Испанией на такой же шаг в то же время идут Ирландия и Норвегия. Президент Франции Эммануэль Макрон признает палестинского государства. Глава испанского правительства осуждает Хамас и подчеркивает, что решение Мадрида основано на резолюциях ООН и на позиции Евросоюза в рамках концепции двух государств для двух народов. Многие детали этого плана Израиль категорически отказывается принимать. Израиль назвал шаги европейских стран поощрением терроризма. Продолжение следует... Но критики говорят, что это существенно ограничит свободу слова, а также саботирует заявку Грузии на вступление в ЕС. Президент страны Саламезу Робишвили входит в число критиков документа и наложила на него вето, заявив, что он копирует кремлевское законодательство. Но парламентский комитет в понедельник отменил ее решение, расчистив путь для окончательного одобрения во вторник. За отмену президентского вето проголосовали 84 депутата. Главным образом исправящий партии грузинская мечта. Для преодоления вето нужно было не менее 76 депутатских голосов. Принятие закона вызвало недовольство большей части грузинского общества, критику со стороны США и ЕС и привело к масштабным акциям протеста в Табилиси. Их участники пытались заблокировать законопроект. Полиция провела десятки арестов. Прогнозы суперопроса Евроньюз, призванные создать представление о том, как может выглядеть следующий парламент Евросоюза после июньских выборов, свидетельствует о растущей политической нестабильности партий и альянсов. Некоторые из нынешних групп вряд ли смогут выжить в своем первозданном виде. Другие могут быть сформированы в соответствии с новыми политическими ситуациями и ориентациями как левых, так и правых. По мнению аналитиков Центра опроса в Евроньюз, новая левая популистская группа может расцвести на фоне других. Предполагается, что ее возглавит икона немецких левых радикалов Сара Вагентнерфт. Программа «Вагенкнехт» бывшего председателя парламентской фракции «Левые партии» похоже нацелена на избирателей крайне правых и на общее социальное недовольство избирателей из рабочего и среднего класса. Компания построена на следующих вопросах. Остановить войну в Украине, говорить с Россией, остановить миграцию, остановить зеленую сделку. В других странах может возникнуть соблазн присоединиться к новому политическому антагонизму с либерально-демократическими ценностями, как, например, партия социал-демократов «СМЕР» словацкого премьер-министра Роберта Фицу. На Фицу недавно было совершено покушение. Его левоцентристская, популистская и евроскептическая партия была исключена в октябре прошлого года из фракции социал-демократов левоцентристской проевропейской группы Европарламента. 23 депутата от 7 стран – минимальный порог парламента ЕС для создания группы. По мнению аналитиков Центра опросов «Евронюс», прогнозируемые цифры соответствуют этим критериям. Но лишь переговоры после выборов покажут, наберет ли диссидентская левая популистская группа достаточно голосов, чтобы стать новой политической силой в Страсбурге и Брюсселе. Снимать публику на митинги АФД в Берлине «Евронюс» не разрешили. В основном здесь собрались пенсионеры и много молодежи. Кандидату Мэри Канхоллах 30 лет, и она надеется заставить немцев, цитата, «снова начать гордиться тем, что они немцы». Что делает ультраправую партию такой привлекательной для молодых людей? Я думаю, что именно эта гипераздористская группа, конечно, тоже они, которые сыпи для политики прошлых годов. Если это когда-то не было, то, что есть, когда уже открытие, то, что никто не хочет, то, что люди, кто-то, что встретили в из-за скрете, то, что никто не хочет, то, что они 저기 в моем уме. Но также, что они в школе, в большинстве большинства, дают то, что они действительно в школе, где на школах не больше строки кричат. По разным вопросам от 14 до 22% избирателей в возрасте до 30 лет готовы проголосовать за альтернативу для Германии на предстоящих европейских выборах. И я думаю, что многие молодые люди просто вверху. И это в перспективе, профессор Бауа говорит, что эмпатия в молодых людей. Они пытаются, что многие проблемы, которые мы имеем, и многие ответы, которые мы вообще нужны, reduzить на несколько вещей, например, на проблемы с интегрированием мигрантов и мертвых людей. На севере Армении оценивают ущерб после самого сильного за последние десятилетия наводнения, жертвами которого стали четыре человека. Из-за проливных дождей вышли из берегов реки Дебет, Акстеф и Ташир. Уровень воды поднялся на более чем два метра. Многие населенные пункты оказались отрезанными из-за обрушения мостов и затопления автомагистрали. Больше всего разрушений пришлось на Ларийскую и Тавушскую области Армении. Сотни жителей затопленных районов эвакуированы. Нарушена работа главного пограничного перехода между Арменией и Грузией. Железнодорожное сообщение между двумя странами приостановлено. Редактор субтитров А.Семкин